Виктор Николаевич, что вы здесь делали сегодня у суда? По Казани, Тихона Александров выпиливал деревья, которые экологии или зеленые сделали выметки. То есть у вас есть документы, разрешающие на спил деревьев, да? Да, вот они. Что произошло? Мы работали, приехал Марченко. Марченко, вы его знаете, это депутат, да? Ну, он как бы приставился Марченко, а депутат он или нет, я не знаю. Приехал с молодым спортивным парнем, который на меня начал проявлять, ну, мягко скажем, агрессию. Мне пришлось реально от него текать. Если бы я не убежал, он бы, наверное... Ну, значит, что значит агрессию проявлять? Кидался с кулаками на меня. Я от него текал. А второй, кто это был? Как он представился? Ну, Марченко. Нет, это первый, да? А второй, с кем он приехал? Кто на вас кидался? Никто на меня ничего не представился. Просто начали кричать, вы вырезаете деревья, вот, не чтобы садить. И начал кидаться ко мне с кулаками. Я начал текать. Он реально в спортивное телосложение. А сколько лет вам? 51. А ему? Ну, до 30, наверное. Понятно. Спортивное телосложение парень. И что еще происходило сегодня? Да что, мы боимся реально работать, угрозы, вот, что и дома меня найдут, и семью мою найдут. Это кто такие слова говорят? Вот этот молодой спортивное телосложение. Он не сказал, никто он такой, никак его зовут. А Марченко, Сергей, рядом стоял? Да, они вместе были, вместе выражали свое недогоние в том плане, что, типа, мы вырезаем деревья. Хотя эти деревья реально аварийные, которые раскололись, вот, они представляют угрозу, скажем, для отдыхающих, для населения. Дальше, как у вас, какая бригада, вы один пилял или еще кто-то? Два человека было со мной, один уже убежал, вот, мы как бы вдвоем остались. Теперь и мы уже боимся. Чего вам бояться? Потому что нам угрожают. То есть, ваши действия законные, правильно, а депутат на каком-то основании приехал и начал кидаться в драку, да? Сам депутат не, да, его молодой человек, который с ним рядом был. Ну, а депутат был настроен дружелюбно? Агрессивно, ну, кидаться не кидался, а словесно выражался. Что он говорил? Ну, что мы специально берем живые деревья, пилим, хотя они аварийные, да, они как бы живые, но они расколотые, они представляют угрозу, там, могут эти деревья на дом упасть. И потом, решали это не мы, а решала это вот комиссия, комиссия за Респолкома. Это не наше, у нас каждое дерево, каждая ветка. Но вы ему это поясняли? Да, мы объясняли, что каждое дерево мы спилили, да мы спилили всего лишь две, не два дерева, а два отвода от дерева. Мы не единого дерева с подкорня не спилили, мы два отвода спилили, которые были отколоты от самого дерева. И там реально видно, сейчас можно это снять, что они реально отколоты, они могли бы реально в любой момент упасть. Но решаем это не мы, решала это комиссия. А наше дело, где стоит метка, спилить этот отвод или это дерево, что мы и сделали. Там стоит реальная отметка, мы ее спилили. Как вы думаете, если бы вы не убежали? Я был бы коллегой в лучшем случае, потому что агрессия от молодого реальная была. Мало того, он еще сказал, что если мы начнем дальше работать, то он меня и дома найдет, он знает, где я живу. Откуда он знает? Я не знаю, но он говорит, что меня хорошо знает, и знает, где я живу, и найдет дома. Как вы думаете, вы будете продолжать работу или все-таки? Я реально боюсь, не знаю. А напарник? Напарник, какой теорически отказывается, тоже боится. А один уже убежал? А один уже убежал. Как вы считаете, действие депутата городского совета – это правильно? Так и должно быть в нашем государстве. А разве это депутат? Это бандит, наверное, какой-то. Разве так депутаты себя ведут? Я простой работяга. Я пришел, тем более у меня два поломанных ребра. Я пришел сделать помощь в этом парке металлургов. Мы неделю перед этим чистили просто кустарник. Мы думали, что так же само продолжаем выпиливать этот сухостой, вот эти аварийные деревья, которые там раскололись. А до нас начал, я считаю, этот парень, он от этого Марченко, депутат он или кто, я с толком не знаю. Я считаю, что это его человек. И он сказал, что не дай Господь, наша нога еще тут появится, и скаты порежет на машине. Как, ну, все-таки человеку под 30, это он вам, сын, и годится. И какое-то уважение к возрасту все равно вам? Никакого уважения. Вообще никакого. Там агрессия реальная была, как наемник какой-то, в моем понятии. Наемника, киллеров нанимает. А чего бы ему идти ко мне домой за это? Я ему показываю документы, вот документы, что это не я, а это горисполком дал разрешение. Горисполком посылал комиссию, горисполком ставил метки. А мое дело, как бензопильщика, как рабочего, просто взять и поспиливать эти аварийные деревья. Скажем, это же на благо нашего города получается. Насколько я понимаю, вы говорите, что он бандит. Бандиты, работяг, они не трогают. Это похоже больше, как просто беспредельщик. Вот так вот. Я не знаю. Ну, вел он себя, ну, скажем, словесно, вел он себя, мягко сказано, как бандит. А парень этот, мы его боимся, ну, реально, как огня. Потому что он реально телосложение, что такое, я реально ему в отцы гожусь. Вот. И угроза, что... Я воспитываю дочку один с рождения. Дочке моей 15 лет. Чем я могу быть уверен, что он домой ко мне не приедет и не сделает там беспредел? Если он, может, тут, на глазах... Там и люди ходили. Идемте посмотрим. Где вы пилили? Это далеко? Ну, это вот так туда. Пешком далеко, нет? Ну, вот так, сколько сюда, сколько, наверное, туда. Я печил, а мокрое будет не больше. Мокрое лежит вот мокрое. Здравия желаем. Не возражаете, нет? Да. Что... Ну, пилят еще. В смысле пилят? Ну, деревья. Есть документы. Согласно на документах. Согласно на документах. Согласно на документах. Согласно на документах. Да, основное. Основное на деревья. Пилят, тут Марченко без пределек, опять же. Тут вообще количество какое? Сто шесть штук. Смотрите, сто шесть деревьев. Да, посмотрите. Нет, там где пилили, просто посмотреть, да и все. Пойдемте посмотрим, мы сейчас туда как раз. Знаете слово «сто деревьев»? Аварийное надо убирать, и сто деревьев. Деревья, когда люди... Не я, комиссия там другая решала. Мое дело вымеченное, дерево спилить. Пойдемте посмотрим. Я как раз туда и шел, чтобы посмотреть, какие деревья. А вот, Александр, а скажите, как вы считаете, ну, отбить башку там, найти домой, прибить простого работягу, это нормально со стороны Марченко? Марченко тут у нас всегда отличается резкостью. Не, ну а какая-то управа должна быть? Вот люди, как бы, при чем здесь работяги на самом деле? Я объяснял, что я прошу работе. Если есть документы, люди согласно документам работают. Есть заказчик. К рабочим никаких вопросов быть не должно. Да, где они меня не прибили? Я дикал по посадке. Я не вытомал. Я реально, если бы я не убежал, меня бы они там прибили, к черту. Мы сейчас... А Марченко брал у меня лично документы, читал. Смотрите, мы сейчас посмотрим. Идемте посмотрим. Любой способ. Если что-то не подходит, это просто останавливается. Депутат приехал, вот я депутат, представитель комиссии по экологии. Что-то мне не нравится. Я под прессу говорю, давайте останавливать. Давайте разберемся, вызовем еще раз экологов. А что, не будете убивать работяг? Показывай, вот оно расколото. Беззащитных людей... Ну, я не хочу повторять то, что они там... Большого шума не надо. Сильные эти депутаты. У тебя есть какие-то там еще полномочия. Человек выполняет работу по документам. Люди, конечно, которые ближайшие, реагируют. Когда что-то пилят, любые деревья в городе. Они реагируют, звонят. Правильно делают, что звонят. И Марченко, как депутат, правильно сделал, что приехал. Есть документы, нет документов. Давайте разберемся, кто выписывал. Есть там я, как представитель комиссии по экологии. Александр Михайлович, давайте приедьте... А что, депутат с кулаками разбирается? Нет, я не в этом. Приедьте посмотрим. А любое физическое насилие, как бы... Ну, человек напишет заявление в милицию, будут разбираться. Да и ни к чему это вообще. Поведение должно быть какое-то отличие. Можете подойти, как раз выметнуть. Я где-то на Респолком делал выметку. Не я. Что делать дерево? Реально расколото. Хотя вот эти все деревья, они реально аварийные. Они не сегодня-завтра упадут на дом. Вот станьте с той стороны. Их надо все сносить, эти деревья. Там ветка лежала на другом дереве. Она была вообще... О, смотрите, оно реально расколото. Мы вето пилили упавшую ветку. Хотя я не компетенции не определяю это. Но стоит метка. Мне четко сказано. Стоит метка, спильзи нас. Все равно вот эти деревья, они упадут. Мы падают и людям на дом. Вот стоит метка. Согласно этой метке мы должны были спилить дерево. Вот оно. Дерело вот сюда, посмотрите. Оно реально расколото. Старое, видно. Не то, что мы его там... О, да, на нем есть листья немного. Но оно реально расколото. Оно могло в любое время упасть человеку, который бы туда дыхал на голову. Там тоже стоит. Он бревно лежит, и на нем видно. Такая же метца. Саня, у тебя здесь документы эти под снос? Или это обрезка? Как вы думаете, Александр, мы посмотрели деревья, реально сухие? В основном те деревья, которые я вижу здесь, и отмеченные белой краской, да, это реально сухие.